Добрый день дорогие участники проекта ОДЖОМ, с вами Алексей Титов. Сегодня я отвечу на самый животрепещущийся вопрос проекта. Стоит ли работать с арендованными рефералами? И наш ответ звучит коротко – нет. Так что могу вас поздравить, вы сэкономите кучу времени. Этот проект становится больше похожий на инвестиционный. В дальнейшем я расскажу как и все. У вас будет уходить время только на кликанье. Так, давайте по порядку. Как вы знаете, я достаточно давно месяц в проекте. У меня 1900 рефералов практически 2000. И я, как и другие мои знакомые, постоянно экспериментировали, кликали с рефералами, работали, тратили кучу времени на выставление этих галочек. И всегда задавался вопросом, эффективно ли это, как проверить эффективность, дает ли это плюс, насколько плюс дает и так далее. И наконец-то мы придумали методику, которая позволяет это сделать. В последнем капле в чаше была информация о том, что коэффициент эффективности, который мы судим, на который базировались все наши методики отбора рефералов, там больше единицы, меньше единицы, показывается неправильно. Объясняю почему. Заходим в арендованные рефералы. Подням и берем, например, вот первый реферал, который отработал 29 дней. Судя по R5, его уже поменяли. Поменяли пару дней назад. То есть это уже какой-то замененный реферал. И вот его коэффициент очень низкий. 0.17. Его там нужно менять. Давайте возьмем третьего. 0.7. Боже ты мой. До единички. Он неэффективный. Да, но. Посмотрите сюда. За эти пару дней, как его поменяли. Он сделал 23 клика. И принес мне 29 центов. Вспомним, что он стоит 20 центов. Причем, это он поменен и несколько дней назад. Это не реферал, который отработал 20 дней. 29 дней. Это реферал, который отработал с 31 числа. Всего 8 дней. Почему же у него такой маленький показатель 0.7? А потому что эта цифра 0.297. И вот эта цифра берется для этого реферала. То есть за 8 дней. А делится она на 29 дней существования всей позиции. И получается, что именно для этих данных этот коэффициент неправильный. И на самом деле он бы был 29 центов поделить на 8 дней. Он бы был больше 30 на 8 дней. Больше 3. Почти 4. То есть это очень хороший реферал. А по коэффициенту он маленький. И получается, чтобы отслеживать таких рефералов, недостаточно теперь смотреть на коэффициент. А еще нужно смотреть на количество кликов и на заработок. И еще отслеживать время по графику. То есть количество работы по рефералам возрастает многократно. Чтобы экстрактировать. Вопрос, нужно ли это. Как и что мы сделаем. Прошел вот уже достаточно большое количество времени. И у нас есть люди, которые активно работали с рефералами. Я там, Ольга и все остальные. Есть люди, которые вообще не заходили в арендованный крифер. Что мы делаем. Мы берем количество заработка, которое в данном случае является количеством кликов. У всех. Делим их на количество рефералов, которые у человека были арендованы. И получаем вот это вот среднее количество кликов. Только общее для каждого аккаунта. Общее для каждого аккаунта, для каждого человека. И таким образом мы можем сравнить заработки между людьми в разные дни с разным количеством рефералов. То есть это будет какая-то средняя заработность одного человека. И мы опросили сегодня. Спасибо всем за участие, кто откликнулся. Множество людей, которые работали с рефералами. И множество людей, которые вообще не работали с рефералами. И получили просто шокирующие данные. Открываем. Смотрите внимательно. Здесь, в левой колонке, на три дня, чтобы было более достоверно, расписаны данные людей, которые работали с рефералами. Да, 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 сильно, да, да, да. С этой стороны, в этой, расписаны также на три дня людей, которых не работали с рефералами. И что мы получаем? Смотрите. Во-первых, что говорит за достоверность этих данных? Посмотрите. Все числа примерно у всех одинаковые по дням. То есть лучший день. Четвертое число, хуже пятое, хуже шестое. Четвертое, пятое, шестое, четвертое, пятое, шестое. Четвертое, пятое, шестое. Везде одинаково. То есть везде самое лучшее четвертое, хуже пятое, хуже шестое. Это значит, что данные свои коэффициенты относительно верны. Далее. Смотрим результативность. Цифры я объясню позже. Сначала по результатам. Смотрите. Вот эта цифра, в данном случае 0.87, это моя, показывает эффективность моих пакетов рефералов. У тех, кто работал с рефералами. 0.87, 0.89, самая минимальная 0.60. 0.85, 0.90, 1.27, 0.60. Самая большая 1.27. То есть, в пределах статических данных колеблется от 0.6 до 1.27. Это люди, которые потратили кучу времени, чтобы сортировать этих рефералов, делать, ставить галочки, цвета, эксперименты. Берем то же самое по нерабочим. Самая цифра 0.62, самая верхняя 1.29. То есть, мы видим, мы видим, что цифры даже больше, больше. То есть, получается, что люди, которые не работали с рефералами, получили денег больше, чем те, кто работали и затратили кучу времени. И то же самое берем по другому цифры. 1.35, 1.46, 1.2, 1.54 максимально 1.55. 1.53. 1.55 достигли люди, которые кликали, смотрели, выбирали, сортировали. И берем первого, кто не работал. 1.58, 1.51, 1.66. То есть, ну и то же самое по следующему дню. Эти данные все выложу, вы можете проверить. Я сейчас расскажу, как они считаются. Посчитать свои коэффициенты и сравнить, и выложить их. Получается, что система, автоматика системы по замене рефералов работает намного лучше, чем наше ручное вмешательство. И наше ручное вмешательство, мало того, что отбирает кучу времени, еще этому и вредит. Дальше. Что еще, какие выводы еще отсюда можно сделать? Ну, можно сделать, так, давайте посмотрим, как я брал эти числа. Как вы можете повторить, ну, результаты этой таблички у себя. И сравнить вот с существующими, чтобы посмотреть больше, у вас меньше, подтвердить или опровергивать моих даты. Так, что мы берем? Первое число. Допустим, первое число. За шестое число. 4961. Это наш аккаунт. График. Число. 4961. Подводите к мышке их четвертому числу на графике и смотрим, что у вас все ваши рефералы сделали 4961 клик. Следующее число. 3289. Что это такое? Заходим. Рефералы. Статистика. И смотрим, что из этих 4691 клик, 3289. Вот сумма за вчера, за счетвертого числа. Сделали мы и непосредственные рефералы. Да. График на том, на той страничке показывает общее количество кликов и арендованных и непосредственных рефералов. Поэтому он не берется для расчета. Вот берем эти два числа и соответственно разница между ними получается 1672. То есть получается, что у меня арендованные рефералы в тот день, 6 числа, сделали 1672 клика. У меня их было 1912 штук на тот момент. Вот как вы видите. Вот 1912. Это значит, что делим одно на другое, что 0,87. Что у меня в среднем реферал сделал меньше одного клика. Вот так вот вы можете посчитать для этих трех дней свои коэффициенты и сравнить их с таблицей. Что, о чем еще говорят эти цифры? Вы посмотрите. 2000 арендованных рефералов у меня, 1900, сделали 1672 клика. А 345 непосредственных привлеченных, непосредственных привлеченных, сделали 3289 клик. Отсюда можно сравнить, сказать, что 150 арендованных, 150 непосредственных рефералов работают примерно так же, как 2000 арендованных. Если у нас сейчас по статистике 2000 арендованных дают 52-57 долларов в день, то набрав 150 людей даже на стандарте, в перемешку, мои данные у меня в перемешку, хотя на стандарте больше всего. То 150 человек на стандарте будут давать вам еще 52-57 долларов в день. То есть еще 1500 долларов в месяц. А если у вас больше, соответственно больше. Итак, возвращаемся к этой табличке. Как вы видите, люди, которые не работают с рефералами, получают столько же или даже больше прибыли. Соответственно, работа с рефералами бесполезна и не нужна. Как это отразится на автопей? То есть, теперь это отразится в данном случае хорошо. То есть, достаточно будет всем 2000 людей поставить галочку автопей. Ну, по мере их прихождения. Первых 200, потом еще 200. И все. И больше вы потом можете в этих рефералов не заходить. Система, как показал наш эксперимент, справляется с работой и с заменой намного лучше. То есть, я в данном случае иду в арендованных рефералов. Сортирую по мере их убывания. Я уже, видите, здесь снял. О, он здесь не снял. Я снимаю галочку их сохранить и оставляю только автопей. То есть, для тех, кто не работал с рефералами, им просто нужно будет выделить массово всех, поставить функцию автопей. Для тех, кто работал, придется ходить и снимать галочку сохранить реферала, если он не активен. И все. Итак, 200 за 200 каждые 3 дня, пока не найдет до 2000. После этого, можно теоретически в раздел арендованных рефералов вообще не заходить. Все это я еще выложу в статье на нашем сайте. InvestExpertInfo, кто не знает, в разделе статьи. Еще раз выложу в текстовом варианте. А вы проверяйте данные, сверяйте с нашими, ставьте видео лайк, подписывайтесь на наш канал YouTube. Всего хорошего.